У нас в гостях Дмитрий Владимирович Курбацкий, главный тренер футбольной команды спортивного клуба «Далевит» с Луганского государственного университета имени Владимира Даля. И Никита Герасименко, капитан команды. Доброе утро! Доброе утро! Что ж, сразу же поздравляем вас с тем, что ваша команда взяла первенство. Что чувствовали, когда, в общем-то, поняли, что ваша команда сильнейшая? Никита, давай ты. Спасибо большое. Поздравления. Мы что чувствовали? Чувствовали гордость огромную за то, что мы смогли победить. Что у нас дебютный сезон, и мы сразу так выстрелили, что мы первое место. Несмотря на все трудности, которые у нас были в тренировочном процессе, еще какие-то трудности, что мы смогли, что ребята, которые в нашей команде, они вот, ребята, вот они смогли выдержать эту нагрузку, справиться с этими проблемами. Ребята молодцы. А соперник какой был? Насколько был сильный? Ну, соперник был не один. Шесть команд. Мы седьмая. Соперники все были тяжелые. Я не скажу, что игры были какие-то проходные. Все соперники были тяжелые. Поэтому мы молодцы. Какие были эмоции после финального свистка, финального матча? Вы имеете в виду матч, в котором мы стали досросленно чемпионами, да? Эмоции, я скажу вам, были очень, как бы так, великолепные. Но мы не поверили в то, что мы стали чемпионами. Вот на следующее утро мы проснулись, мы уже поняли. А так оно пришло, оно вот пришло. Потому что это был наш первый такой вот завоеванный трофей, ну, на таком, на высоком уровне. Вот на следующее утро мы уже поверили. А из каких регионов были команды? И какой была самая сложная игра? С кем? Со всех регионов России. Была Якутия, был Владикавказ, была Москва, Новочеркасск, Пермь и Донецк. И Донецк тоже был. А кто сильнейший? И наш Донецк. Яблокский футбол, я вообще не особо. Да, я тоже. У нас был чемпионат. Мы начали в мае и закончили в ноябре. Поэтому, кто сильней, игры проходили в два круга. То есть мы играли две игры с каждой командой. Единственное, кто нам подпортил наши результаты, это Новочеркасск, который был единственный проигрыш. Как бы я скажу, хорошая, динамичная игра была. Мы не сталкивались с тем, не сталкивались еще, да, что они нам и предложили играть от обороны. Они четко выдержали свою всю установку тренера и поймали нас на контратаках. Да, у нас тоже были моменты, мы и не забили. И вот следующий тур, когда поехали, у нас первая игра была с ними. То есть уже мы должны были взять матч-реванш. Он произошел, и в этот момент уже как бы мы поверили, что да, нас уже не остановить. Вы молодцы. А как проходила вообще подготовка воспитанников к этим соревнованиям? Сложный был период, сложный, потому что мы узнали первый раз старт в таком большом чемпионате, как будем ехать, где тренироваться. Своих стадионов у нас нет. Просили людей, нам помогли. Спасибо дирекции стадиона «Авангард» давали нам основное поле тренироваться. Спасибо одесской школе «ФШДМ», которая давала нам время от времени искусственное поле. Тоже мы тренировались в зависимости от погодных условий. Было жарко, особенно в июне, в июле стояло там 40 градусов жары. Мы тренировались днем, да, но было и вечером. Трудно проходило, трудно. Сталкивались с сложностями, когда своего нет. И уходишь, подстраиваешься под тех ребят или тех, так сказать, организаций, которые нам это все предоставляют. Но в принципе ничего, спасибо. Все выдержали, все крепнут. Ребята молодые. Большая победа. Да, да, да. Первая победа с такого старта, да. Дальше сложить будет. Ну, мы надеемся, что вы будете такими же молодцами. Мы тоже надеемся, да. Как вы считаете, тренер, он должен быть исключительно, ну вот как мастером преподавания игры самой, или же еще и психологом? Чтобы как-то объяснить, если, допустим, поражение какое-то, как-то вывести игроков с какого-то негативного состояния, либо же поддержать, когда наоборот все хорошо. Ну, я не знаю, как это сложно ответить, кем должен быть. Он должен быть всем. Если тренер, если нормальный, нормальный, хороший тренер, вот даже в нашем студенческом футболе, там, детском, студенческом, у нас переход идет, как бы ребята только школу заканчивают, да, 17 лет, 16, 17, 18 лет, и поступают к нам и учиться, и тренироваться. И вот этот период у них еще очень такой сложный. Они сами формируются, и... А здесь свои требования, свои задачи. Чуть-чуть школа где-то там, родители, могу, не могу. О, здесь такого нет, здесь или есть ты с нами, или тебя с нами нет. Поэтому подойти к каждому, найти этот момент, кому нужно покричать, кому нужно где-то успокоить, кого нужно, наоборот, не разговаривать, там, день-два, паузу дать, и потом подойти, и также на поле. Показать нужно своим примером, как это нужно делать, почему. Объяснять. Все взаимосвязано. Здесь нет каких-то критерий, нужно или так, или так, или так. Нужно и так, и так, и так, и как отец быть, где-то там и пожирить, ну и где-то и похвалить. Вы универсальный солдат, получается. Ну, я стараюсь быть, поэтому результаты есть. Никит, как долго вы играете в футбол? Лично я? Да. С пяти лет занимаюсь. С пяти лет. А сейчас вам сколько? Двадцать. Все время в Луганске занимались? Ну да, я вообще Ромас Лутугдина. Там детскую юношескую школу закончил, а потом... Ну, основной такой, более уже, можно сказать, почти звездный путь начался вдалиться. Да, вдалиться, да. А есть ли кто-то кумир в мире русского футбола? Да, ну, как такового нет. Я просто люблю смотреть российский футбол, просто мне очень нравится. Я просто вот фанатею от игры, да. А какой команды? Нет такого тоже какой-то команды. Да, нравится «Зенит». Ну, вот есть же все-таки команда, значит. А так, в общем, в общем... Ну, «Зенит» ему нравится, потому что там бразильцев сколько. А, все. Это как бы русский футбол, но исполнение таких мастеров великих, да. А вот если взять за нас российский футбол, то интересные сейчас, особенно с этими СВО, которые идут, да. И которые иностранцы поезжали, стали больше доверять от безысходности молодым, стали больше их ставить и наигрывать. И я тоже смотрю, очень такие решения принимаются. Очень тот же взятие Ростова, да, там 17-18 лет ребята по 6-7 человек играют. Просто любо-дорого смотреть. Как бы неизвестно, попали по низу, заиграли они как. Это то, что должно было произойти раньше. Раньше, да. Для русского футбола. Да, раньше. И им даются шансы, они показывают себя на хорошем уровне. А к слову сказать, а что работает эффективнее вот в работе с игроками? Поощрение или наказание? Как вот по вашим наблюдениям? Вот какие вопросы я задаю? Наверное, скажем, индивидуально все-таки это происходит работа. Да, индивидуально. Я скажу так, у меня, чтобы я похвалил, поощрил, да, нужно пройти много наказаний. И тогда, когда он эти наказания в себе переработает, ну, я имею в виду в тренировочном процессе его ошибки, когда он их начинает убирать, и я это вижу, тогда я могу и похвалить. Я считаю, ну, я так думаю, да, что нельзя так сказать, что лучше. Оно все должно быть своевременно, в свою меру. Все вместе. Чтобы палочку не перегибать, да, ее. Футбол ведь командная игра. Как вы сплачиваете ребят? Они школьники только закончили, они студенты, их сплачивать. Они все время, они, ну, нас в Луганск, да, они все знают друг друга. Они, может быть, с разных футбольных школ там чуть-чуть, но все равно приходят. Они вместе живут или они знают друг друга очень-очень долго. И поэтому сильно для того, чтобы сплачивание происходило, не нужно. Не приезжают они с разных стран или городов. Даже которые, может быть, один-два вливаются, они быстро смотрят и заходят. Поэтому им тут легче. Они вроде вот с одной скамьи сразу в другую. Здесь происходит все. А вот на поле уже, да, там чуть сложнее. Там, кто постарше, уже могут и прикрикнуть, и топнуть ножкой. Ну да, потому что молодой должен слушаться. Дедовщина такая получается. Ну, как бы не дедовщина, а старшинство. Если он опытнее. Да, наставничество. Он ему подсказывает, где можно это сделать или там, или где это вообще категорически нельзя делать. Это исход команды, исход игры. Никит, а какие у вас планы на будущее? Ну, я так понимаю, все будет связано с футболом. Конечно. Что в дальнейшем? Какие у вас? Я не могу загадывать. Не люблю так делать. Ну, вообще, мне нравится футбол. Я надеюсь, что в дальнейшем я буду в серии футбола работать. Вот, хочу играть. А дальше как получится? А тренерство, например, интересует? Тренерство, это то. Я же говорю, вот, в серии футбола. Я бы хотел попробовать себя в дальнейшем. Может, в роли тренера. Может, в роли какого-то, вот, как спортивного директора. Возможно. А есть вот клубы российские, которые уже интересуются нашими игроками? Особенно вот после таких удачных выступлений. Да, есть. Уже звонили. После особенно чемпионства уже разговаривали. Но еще рано. Мы всем говорим, мы никого никого не будем задерживать. Это ваша стартовая площадка. Как только мы, тренерский штаб, увидим, что вы готовы, да? И тот клуб, который будет интересоваться уже вплотную вами, мы вас всегда отпустим. Поэтому. Не, ну просто это самое главное. Самое главное, да. Что интересуется, а значит ценят. Конечно, ценят. Вот группа А, куда мы вышли, это высшая группа НСВЛ, национальной футбольной студенческой лиги, высшая. И на этой лиге, на этих чемпионатах присутствует много скаутов, много тех людей, которые смотрят за футболистами, за юными, ну и приглашают. Поэтому вот еще один год, этот год, который нам нужно играть, следующий год, сезон, где в группе А, я думаю, если мы там обыграемся, и они покажут себя на этом высшем уровне студенческой лиги достойно, тогда, пожалуйста. Приезжайте на просмотр. Забирайте. Спасибо, что в это утро были с нами, спасибо за эту увлекательную беседу, надеемся на новые победы. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях были Дмитрий Курбацкий и Никита Герасименко. Будьте здоровы и побеждайте. Спасибо большое. Утро вас в эфире, не переключайтесь.